12 шагов – программа, по которой занимается все больше клиник и реабилитационных центров. Эта методика изначально была применена к лечению алкоголизма. Уже позже суть самой программы стали применять при лечении наркомании. Более 50 лет назад ее ввели в Америке. За все эти годы программа 12 шагов хорошо себя зарекомендовала, как реабилитационная программа, по которой выздоравливающие наркоманы успешно работают и перестают употреблять наркотики. Шаги – это внутренние установки, которые человек должен понять умом и принять сердцем. Мы не применяем никакого рода медикаменты, и мы говорим изначально, то есть когда человек изъявляет свои намерения, даже до того, как лечит наркологию, мы ему говорим, что здесь никаких таблеток, мы не лечим таблетки. Таблетки – это там, таблетки – это с врачами, а у нас здесь больше как коммуна. То есть пример для подражания, есть некий пример выздоровления. Я ориентируюсь на него, мы подводим ребят к тому, что вы имеете шанс такой же. Да, я сейчас, честно говоря, вот после реабилитации как вышел, слава богу, вот ребята мне помогли, как-то я и начал по-другому о жизни думать и задумываться вообще. Просто никогда такого не было у меня в жизни, что так я бросил моментально во сколько лет, и вообще не употреблять ничего. Ну и сейчас хочу донести то, что до ребят якобы, чтобы они поняли, что это действительно возможность избавиться от этой вещи. И можно спокойно, трезво ходить, общаться с людьми, нормальное ощущение иметь, встречаться с девушками, без никаких проблем хотя бы, так можно сказать. Центр реадаптации зависимых от психоактивных веществ «СПИН-Плюс» – это своего рода коммуна. Здесь ребята живут столько времени, сколько потребуется для их полной адаптации к новой жизни. 33-летний Химатшо живет в центре четвертый месяц. Что такое наркотики и наркозависимость, знает не понаслышке. Мне было тогда, где-то 14 лет, кажется, мне было. И вот тогда я попробовал первый свой укол, сделал себе. И общался с людьми, все было хорошо. И вот так я вот начал колоться, ходить в школу. На переменах я убегал к ребятам, делал себе раствор. И там начал колоться вот прямо. Постепенно-постепенно я начал красть у себя дома. Сначала начал своих вещей, когда уже мои вещи закончились. Начал уже с дома воровать, продавать. И это все обернулось мне так, что уже устали от меня близкие, родные. Для меня все двери уже были закрыты. Сегодня Химатшо изучает английский язык, собирает документы в ВУЗ. Готовится начать новую жизнь. По собственному признанию, он давно уже простился с прошлым. Теперь все будет по-другому. Я хочу жить и идти по этой программе. Я хочу работать с этими людьми. Я поставил себе такую цель, что все, я больше не могу употреблять. Я не хочу употреблять. Я хочу и жить с этими людьми. И работать с вами. И помогать так и другим людям. Вирус именно дефицита ВИЧ – одно из негативных последствий употребления наркотиков. Многие специалисты отмечают важность реализации государственных программ, направленных на профилактику ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков. В частности, в национальной программе противодействия эпидемии СПИД в Республике Таджикистан отражены стратегии снижения вреда и обмен шприцев. При поддержке, в первую очередь, правительства страны, Министерства здравоохранения Республики Таджикистан у нас созданы в различных районах страны это пункты доверия для потребителей инъекционных наркотиков, это дружественные кабинеты для работниц коммерческого секса, это дружественные кабинеты для мигрантов трудовых и членов их семей. Касательно потребителей инъекционных наркотиков дополнительно в этих пункт доверия организована раздача одноразовых шприцов с целью того, что при проведении инъекций имели доступ потребители инъекционных наркотиков к одноразовым шприцам, опять же, для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией посредством использования шприцов при инъекции. Эффективность помощи зависимым от наркотиков людям заключается в комплексном подходе, который реализуется целой командой различных специалистов и простых людей. Залог успеха в понимании природы в зависимости это толерантное отношение к зависимому человеку и сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, предоставляющими помощь этим людям. Программа, в соответствии с которой работает Агентство по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан, называется «Единая государственная целевая программа по противодействию незаконным обороту наркотиков, а также профилактике наркомании». И здесь достаточно обширный ряд вопросов, которые включают в себе и борьбу с наркотрафиком, координацию действий практически всех министерств и ведомств, которые задействованы в этой борьбе, в соответствии с лечением и реабилитацией, конечно, другие министерства, в первую очередь Министерство здравоохранения, и профилактика наркомании. Здесь, конечно, усилиями одних только врачей, скажем, наверное, невозможно искоренить эту проблему, поскольку если человек уже пришел к этому, то есть к этой болезни, и очень важно, если он хочет излечиться, то в первую очередь нужно его желание. А для того, чтобы у него появилось это желание, нужно иметь какое-то противостояние той же наркомании. В Таджикистане сегодня существует целая сеть общественных организаций, помогающих людям, живущим с наркозависимостью, и с ВИЧ. Одна из таких организаций – Спин Плюс. Плот Джамалов – исполнительный директор общественной организации Спин Плюс. В прошлом человек, переживший наркозависимость, сегодня плот помогает тем, кто нуждается в поддержке и понимании. Очень часто бытует такое мнение, что наркоман сам по себе – это человек нехороший, это изгой общества, то есть абсолютно не… то есть мало владеют люди информацией о том, что есть из себя вообще зависимость от наркотиков. Я не защищаю торговлю наркотиками, я не защищаю, скажем, какой-то бизнес, связанный с продажей наркотиков. Я защищаю только интересы людей, которые болеют, которые страдают из-за употребления наркотиков. То есть люди, которые изначально не хотели для общества быть изгоями, люди, которые не хотели для общества быть в худшем свете, люди, которые не хотели быть просто наркоманами для всех – это люди, которые каждый по своей, по определенной причине начал употреблять наркотики. То есть, но никто из них не хотел быть, и я в том числе в свое время не хотел быть зависимым. Наркомания – это не преступление, а болезнь. И болезнь хроническая. Не всегда усилие специалистов, общественности, семьи заканчивается успехом. И потому самый долгий этап на пути излечения – это возврат в семью и общество, налаживание отношений с окружающими людьми, поиск работы. Путь к излечению, он, однозначно, этот путь, он нигде не написан. И нету одного конкретного пути, который есть, написан в книжках, что вот, идя по этому пути, обязательно ты не собьешься. То есть, и каждый человек для себя выбирает этот путь. Для меня этот путь, он был просто через мое духовное развитие. То есть, понимая изнутри то, что для себя самого, что у меня есть проблемы, и признавая, честно признавая, что да, у меня есть проблемы, и я нуждаюсь в поддержке и помощи. Путь излечения от наркозависимости долг и труден, и у каждого он свой. Самое главное на этом пути понять, что излечение и трезвость возможны, а рядом всегда есть люди, готовые понять и помочь. Честно говоря, я хотел просто накопить кое-какую сумму денег и покончить с собой, но сейчас, слава богу, все мысли в другую сторону уже. Найду себе хорошую подругу, женюсь, все будет отлично. Я верю в это, потому что жизнь продолжается, жизнь прекрасна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok